Здравствуйте! Меня зовут Елена Бубеева, и я искренне рада вас приветствовать на страницах моего блога. Я решила записать еще один урок о работе в программе Windows Movie Maker и уточнить в нем некоторые моменты. Мне очень часто поступают вопросы более конкретного характера о том, предположим, как создавать просто слайд-шоу в этой программе, или как осуществлять обработку аудиозаписи, а точнее, если вам понравилось, предположим, какое-то видео или музыка в какой-то видеозаписи, то как переделать и превратить это в аудио. Именно это мне и хочется вам показать в этом видеоуроке. Итак, давайте начнем. Я иду в меню «Пуск», выбираю нашу программу Windows Movie Maker. Она перед нами. Итак, сейчас я вам хочу показать, каким же образом создавать просто слайд-шоу в программе Windows Movie Maker. То есть слайд-шоу – это, предположим, набор ваших картинок или, к примеру, фотографии, если вы хотите создать. Итак, я предварительно подготовила несколько картинок, чтобы вам показать. Хватаю их правой кнопкой мыши и перемещаю в нашу программу. Таким вот образом. Я думаю, 5 картинок нам достаточно будет, чтобы я вам просто показала. Итак, теперь наши картинки я тоже хватаю правой кнопкой мыши и перемещаю в видео. Таким вот образом. Просто по очереди перемещаем их. Это могут быть не картинки, а какие-то ваши фотографии, к примеру. Немножко увеличу шкалу времени, чтобы вам было лучше видно, мне было удобнее работать. Если мы сейчас нажмем на «Воспроизведение», то мы увидим, как наши картинки воспроизводятся в нашем слайд-шоу. Немножко некрасиво, то есть то, что они резко появляются и резко исчезают, это можно сделать с помощью красивых видеопереходов. Мы идем в «Сервис», выбираем «Видеопереходы». Как в одном из видеоуроков я показывала, их здесь очень много. То есть можете экспериментировать. Но я выберу подряд несколько переходов, хватаем их правой кнопкой мыши и помещаем их между нашими картинками или фотографиями, в зависимости от того, из чего вы будете создавать слайд-шоу. То есть вот таким вот образом, если мы нажмем на «Воспроизведение», то мы увидим, как наши слайд-шоу, уже красивые переходы у нас появились. Вот таким вот образом. Также можно добавить какие-то видеоэффекты на наше слайд-шоу. Для этого мы идем снова в меню «Сервис», выбираем «Видеоэффекты». Здесь их тоже очень много. То есть данную я тоже подряд выберу. Предположим, вот это вот, выберу приближение. Мы хватаем тоже правой кнопкой мыши и помещаем на ту картинку или фотографию, на которую вы хотите добавить данный эффект. Да, ну вот я выберу даже перевернутую. Вот это вот очень красиво, мне нравится. Проход всех цветов радуги, да, очень красиво, мне нравится. Ну и давайте вот это вот появление из белого. Таким вот образом. Теперь я нажимаю на «Воспроизведение». Теперь мы видим, как наши картинки воспроизводятся красиво вместе с видеоэффектами и видеопереходами, которые мы добавим. Ну вот даже перевернутая. Вот это проход всего цветового, всех цветовых оттенков, которые я вам сказала, да. Вот таким вот образом, да. То есть вы можете добавить также к слайд-шоу, предположим, запись своего голоса, или если это слайд-шоу из ваших фотографий, можете просто добавить какую-то музыку. Можете сохранить точно так же просто, без каких-либо, без какой-либо музыки или голоса, да. Ну вот я вам покажу, как можно добавить музыку. Таким вот образом перемещаем мы. Музыку я беру. И помещаем в звук или музыка, да. Вот таким вот образом нажмем на «Воспроизведение» и увидим, как воспроизводится наше слайд-шоу с помощью аудиозаписи, да, то есть дополнили аудиозаписи. Вот таким вот образом можно создавать слайд-шоу. И здесь же я вам хочу показать… Сейчас очищу шкалу времени быстренько. Здесь я вам также хочу показать, как можно, предположим, если вам понравилась какая-то музыка в видеозаписи, да, или, предположим, любое видео, как вы можете перевести в аудиоформат. Вот. Я первое время, когда работала в программе Windows Movie Maker, я записывала свой голос для создания видеороликов на фотоаппарат, да, то есть это получалось видео. Вот. И для того, чтобы перевести видео в аудио, я тоже использовала программу Windows Movie Maker. Это делается очень просто. То есть вот, ну, я возьму запись праздника небольшую, здесь пару минут буквально. Перемещаем наше видео в программу. Вот. У нас переместилось, да. Я тоже хватаю правой кнопкой мыши и помещаю его просто в звук или музыка. Вот сюда вот в звук или музыка. Если мы нажмем на воспроизведение, то мы увидим, как наше видео, да, то есть видите вы, изображения здесь никакого нет. Оно воспроизводится в аудиоформате. Вот таким вот образом я записывала свой голос и переводила его в аудиоформат. Вот. Дальше мы выбираем сохранение на компьютере. Я напишу аудио, предположим, аудиопроба. Так вот напишу. Здесь вы можете выбрать, куда он у вас сохранит, но я сохраню видеозаписи и нажимаю далее. Вот уже существует. Давайте просто аудио, да, далее. Таким вот образом. И нажимаем далее. Таким образом мы переводим наше видео в аудиоформат. Это очень хорошо можно использовать, особенно для новеньких, кто хочет, скажем так, использовать видео в аудиоформатах. Это было все, что я хотела вам показать в данном видео уроке. Будут вопросы, пишите. Обязательно отвечу или помогу. До встречи. Всего хорошего в создании ваших видеороликов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok